все же зайдите по последней моей ссылке в озерках но во первых это не озерки озера практическая постройка со столь нашумевшим бегающим по стуне камазом там зил а не камаз обратите внимание на обрезках трубы никакого наполнителя с полимер бетона нет как я изначально и предполагал откуда он это знает были нет кто он такой чтобы предполагать изначально ну что гадает что ли на кофейной гуще вот документация рабочая на стенд в озерах вот посмотрите сколько четежей это только на часть узлов это не 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 все четежи вот струны струны внутри рельса бетона но здесь бетон не показан потому что это металлоконструкция показана без бетона в этих четежах причем показано все анкерные узлы в разных сечениях везде струны есть везде более того я знаю как мы их натягивали чем мы их натягивали и знаем как мы заполняли этот эти струны рельсы бетоном при этом чтобы инъектировать нормальный правильный бетон мы даже заключили договор с не и же с бетоном в москве вместе подобрали состав бетона с наполнителями с ингибиторами коррозии которые бы защищали от коррозии струны данном случае канаты к 7 и стенки рельса данном случае труба изнуты чтобы она не корродировала более того мы закачивали насосом значит там были кроме ингибиторов коррозии в бетоне еще специально наполнители пластификаторы которые улучшают текучесть бетона более того мы сделали это за 9 месяцев построили полигон этот стенд начали где-то в мае закончили в октябре и перед приездом нашего партнера александр ивановича лебедя губернатора красноярского края мы работали даже ночью чтобы успеть к его приезду сделать все работы при этом ударил мороз 12 градусов и мы бетон закачивали при минус 12 с перепадом высот то что закачивали снизу чтобы воздух выходил нельзя сверху иначе там будут воздушные пробки снизу закачивали и не верить что бетон мы закачаем в трубу с внутренним диаметром внутренним 8 миллиметров где 9 канатов вот таких вот перепад высот 15 метров мороза 12 градусов что мы закачаем бетон а мы закачали бетон более того сверху потом ударила струя и потом пришлось отмывать анкерную опору потому что она бетон который вышел лишний он примерз и пришлось его соскапливать и этот вот недоумок говорит а там ничего нет откуда он знает есть там бетон или нет он что строил он что проектировал так я так отвечаю потому что это не так безобидно как кажется и такие люди как вот так называемые эксперты носит колоссальный ущерб они фактически делают все чтобы наша технология которая нужна всему человечеству не было сделано чтобы она не вышла на рынок чтобы не спасли миллионы жизней человеческих которые погибнут на автомобильных дорогах чтобы не вернули землю землепользователю потому что в асфальт закатаны четыре территории великобритании которые не дают кислород потому что там все живое убито и нет растений которые вырабатывают кислород эта почва мертва поэтому вот это все не такое безобидно как кажется это не просто на противники прогресса это люди которые наносят колоссальный ущерб для развития цивилизации поэтому можно понять мою эмоциональность это еще раз говорю не так безобидно как кажется это люди на самом деле страшные и не надо в таком тоне разговаривать с нами недоумки недоноски возьмем для примера так дальше что значит проволока есть бетон есть причем специальный бетон кстати мы получили уникальный бетон который грунт при минус 12 закачали он затвердел через три дня мы уже показывали лебедю все работало более того мы получили марку бетона 900 кто знает что такое тот понимает что какой бетон мы качественно получили и он как наполнитель он есть и был пока не снесли этот полевой но скажите мне как инженер по недвижимости как можно тянуть монолитную конструкцию железобетона кто сказал что она железобетона это стали железобетон сначала мы вот еще раз говорю вот чьи тяжи сначала мы поставили опоры потом анкерные узлы натянули положили рельс в данном случае труба была в озерах диаметром наружным 102 миллиметра закрепили тоже натянули труба тоже струна в данном случае вот в озерах труба была ну это рельс натянута до 30 тонн это тоже струна она выполняет функцию струны тоже потом туда в полу трубу мы протянули 9 канатов и опять же мы это сделали знаем как это делать как притянуть другие не знают а мы знаем нашу на ухал вот они эти 9 канатов и только потом когда было зафиксировано когда в нужном положении было мы закачали бетон мы не натягивали железобетонную конструкцию и бетон здесь выключен он не работает на самом деле потому что работает натяжение стальная конструкция а бетон фактически только фиксирует положение струны относительно корпуса он выключен из работы в конструкции он по-другому работает чем в традиционных мостах путепроводах балочных это тоже надо понимать для этого надо сопромазать хоть немножко мы должны Pyne ими и и и и и и